привет и все эти скреп механик и мы продолжаем наше выживание на холме в этой серии у этой серии мы чуть не убились в самом начале капец вот это меня угораздило сняла называется красивое приветствие надо бы убрать этот стул и больше здесь не садится в общем в этой серии мы будем с тобой обустраивать мой дом ну как обустроить вначале мы его построим а потом будем обустраивать и еще по многочисленным просьбам в комментариях я переделал свою лесопилку расположил пилы вот таким вот образом и так намного лучше пилы действительно срезая деревья быстрее ну ладно сейчас речь не о лесопилке а о материалах а материалов достаточно много смотри сколько я напилил дерево все это забираем в наш рюкзачок и сейчас из этого будет строиться наш великолепный дом начнем мы пожалуй из того что нам нужно с тобой достроить пол что же приступаем ну вот как ты видишь пол у нас закончен он не будет у нас расширяться или удлиняться все это финальная версия и так огромное помещение получается а вот троп нам еще предстоит с тобой сделать то есть вот видишь где две деревяшки стоят и вот от них будет вот так вот троп идти вот сюда вести он будет у нас к лифту блин уже растемнело а мне нужно как-то достроить троп нужно срочно придумать освещение пожалуй я сниму сейчас вот эту лампу с нашей тачки и сделаем с тобой здесь импровизированный фонарь здесь нам это поможет ну как бы как бы помогло но не сильно ну ладно хоть так это лучше чем работать в темноте ну вот наш троп готов теперь мы будем здесь бегать для того чтобы спуститься вниз на лифте который в будущем я здесь сооружу надеюсь что эта задумка все-таки воплотиться в реальность они останутся в моих мыслях теперь переходим к строительству стен для этого нам нужно брать все лишнее например машина которая стоит в доме она будет вмешаться поэтому мы ее ставим здесь вот эти колеса тоже нужно убрать и в принципе можно начинать а а а Первая стенка у нас почти завершена. Но я обратил внимание на то, что у нас очень высокий робот. Это говорит о том, что нам нужно сделать потолки под высоту вот этой трубы. Получается, что стенки нам придется еще наращивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, высота потолков и трубы бота практически соответствуют. Можно еще один блок добавить, и тогда будет просто идеально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы убедиться, что высота потолка у нас достаточно, нам нужно сделать тестовый потолок. Ну-ка. По-моему, отлично. Просто перфект. Переходим к строительству соседней стены. Ну вот, первые сложности. Хотя сложностями это сложно назвать. Нам нужно просто перенести всех наших ботов, шкафчики и холодильник в другое место. Потому что здесь у нас будет проходить стена. А боты нам мешает. Вот. Вот она где, стена. Заканчиваем ее. Вот так вот. Блин, опять упал. Это вот один из главных минусов строительства на высоте. У меня проблемы. У меня украли тачку. Куда она делась? Она стояла на подъемнике. А здесь же горочка. Подъемник я использовал в доме, чтобы строить стены. Фух, нашлась тачка. Вот куда она упала. Сейчас поднимем ее обратно. Вот честно, я бы не трясся бы так за тачку, если бы в ней не было кучи материала, ресурсов и еды. Там все сундуки забиты битком. Проверяем. Вроде никуда не катится. И это хорошо. Теперь нам нужно попасть в дом. Я здесь сделал сплошную стену. Для того, чтобы потом выверить центр. Центр этой стены. И вырезать двери. Но, походу, мы это сделаем чуть позже. Примерно, я думаю, что центр где-то здесь. Наверное. Дверь можно чуть повыше сделать. И пошире. Вот так вот. Вот так вот. Здесь будут двойные двери. И будет вообще огонь. Ну вот и все. Дерево у меня закончилось. Но не забываем про то, что у меня тут есть лишние балки. Вот эти вот. Их нужно убрать. Это во-первых. Во-вторых. У нас здесь нет окон. Нужно обязательно сделать окна. Давай начнем, пожалуй, вот где-нибудь отсюда. Ты, наверное, хочешь спросить, зачем я это делаю. А делаю я это для того, чтобы сделать симметричные окна. Чтобы они у нас были расположены в одном месте на двух стенах. То есть вот здесь будет окно. И вот здесь будет окно. Все симметрично. Все хорошо. Также существует второй метод расчета симметрии окон на стенках. Берешь, подходишь к углу и начинаешь отсчет блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Один из блоков до нашего окна. И начинаешь отсчитывать столько же блоков с этой стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот тут у нас будет окно. Вот и все. В общей сложности с окон мы получили 240 древесины. И это позволяет нам еще немножечко подделать наш домик. А за остальной древесиной придется ехать. Обязательно нужно будет схватить вот этот фонарик. Потому что у меня на лесопилке нет никаких фонарей. Поэтому устанавливаем на нее еще фонарик. Наверное где-нибудь вот здесь. Вот таким вот образом. Ну и все. Поехали тестировать наши новые пилы. Ты же еще не видел как они пилят? Ну что ж. Начинаем наши лесопильные дела. Едем срубать жирные деревья. Чем жирнее тем лучше. Под жирным я подразумеваю вот такие вот толстые стволы. Ух ты, робот прибежал. Здорово. Кстати, одно блаженство рубить этих роботов. Смотри. Вот так вот их в тиски взял. И огреб. Блин. Черт. А, у меня же есть бульбострел. Я про него забыл. А патронов-то нет. Капец. Вручную все. Эх. Хотел продемонстрировать свои пилы против роботов, а получилось как всегда. Итак, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что нам нужно срубить как можно больше толстых стволов. Поэтому погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, черт. Топливо кончилось. Капец. Смотри, как смешно смотрится наш дом снизу. Недостроенная коробка. Хорошо, что у меня в этой тачке осталось немножечко нефти. Мы сейчас ее переработаем. Вот так вот. Две канистрички у меня всего лишь получится. Все, надеюсь, что мне двух канистр хватит. Побежали быстрее до лесопилки. Заправляем ее. Допиливаем деревья и чашем отсюда. Пока не кончилось снова топливо. А вот и еще наш подопытный робот. Иди сюда. Сейчас оторвем тебе головешечку. Вот так вот. Так нравится, как у них бошки отлетают от этих пил. Древесина у нас собрана. Бенс уже тоже на подходе. Едем скорее доделывать мой потолок. Забираем все материалы, которые у нас тут добыты. Ну, думаю, что теперь потолок у нас точно будет закончен. Черт, совсем чуть-чуть не хватило. Ну, вот-вот-вот-вот капельку. Эх, пойдем подразберем немножечко мост. Мы уже делали это с тобой. Я думаю, ничего страшного. Эх, когда-то это было величественное строение. Теперь вот что, как... Не знаю, как костлявая какая-то рыба выглядит. Но зато у меня будет достроен потолок. Это тоже очень важно. Ну, вот. Я поздравляю себя и тебя с тем, что я построил, наконец-то, коробку. Домом это назвать еще сложно. Но коробка для дома уже готова. И это здорово. Вот эту часть я не буду заделывать древесины. Здесь у нас будет полностью стеклянная панорама. Будет отличный вид вот сюда вот. Ну, блин, ты посмотри. Прекрасный же вид будет вообще. Зачем это загораживать все стенкой? Стеклянная панорама здесь отлично впишется. Ну, и, конечно же, вот сюда вот еще лифтик бы. Надеюсь, что у нас его получится все-таки реализовать. И будет вообще круто. Знаешь, что я понял? Я понял, что я немножечко уменьшу свой дом. Вот примерно где-то вот так вот. Дело в том, что я тут хотел небольшую лоджию сделать. И совсем про это забыл. Вот она! Вот она моя лоджия! Я будущее! Я здесь поставил небольшой вот такой вот заборчик, чтобы нафиг не свалиться. То, что древесина разного цвета, это не страшно. У меня есть краска-пульт. Я все это делал перекрашу. Двери сюда мы сделаем в самый последний момент. А сейчас нам нужно сделать как можно больше песка. Вот такого вот песка. И потом из этого песка сделать стекло. Где у нас стекло? Вот оно, стекло. Где-то в тачке у меня были блоки с камнем. Я помню. Вот они! Отлично! Блоки с камнем. Также есть уже стекло готовое. Это очень хорошо. Начинаем производство песка. Делаем все по максимуму. Теперь смотрим, что нам нужно для стекла. Вот они, эти стекла. Нам нужны большие. Нам нужно железо. И стекло. Железо у нас, по-моему, тоже было. Ну, так себе. 14 блоков всего. Но есть металлолом, который мы можем переработать в железо. А у нас, тем временем, куча песка здесь. Собираем это все. Теперь делаем металлические блоки. И начинаем производство окон. Блин, смотри, как классно. Выходишь из своего дома, а тут рассвет. Красота! И наслаждаешься этим всем на лоджии своей. На высоте. Кайфово. Выставил все шины. Места занимали много. И заметил, что у меня в доме трава. Нужно это все дело устранить. Срочно. Я не хочу никакой травы в доме. Для этого мне нужно тут просто все это заделать деревом. Вот так. Ну-ка, проверяем. Во! Больше травы нет. Здорово! Забираем наши окна. Оно убер большое. Так, значит, нужно побольше сделать отверстие. Вот так. Только в другую сторону. Во! Ню-ка-ню-ка. По-моему, отлично. Отлично. Окна вставлены везде, где только можно. Теперь осталось сделать огромное панорамное окно. И оно у нас будет вот из такого стеклянного блока. У нас уже есть 60 блоков. Пойдем, покажу тебе, как это будет выглядеть. А выглядеть это будет просто шикарно. Блин. Ладно, давай. Во весь рост. Вот. Вот. Вот так вот это должно выглядеть. Может, конечно, окантовочку все-таки сделать. То есть по бокам вот так вот убрать это все дело. То есть вот такая вот будет тут окантовочка. Мы ее сейчас перекрасим в серый цвет. Вот. Как будто это вот такая вот рама стеклянная. Давай посмотрим, как это будет смотреться. Ну. Может, чуть потемнее? Нет, темнее не то. Все, окрашиваем эту раму. Я уже пить хочу. Вот она. Вот так вот будет смотреться. О! То, что доктор прописал. Блин, вот если честно, я уже сомневаюсь насчет вот такого вот окна. Чтобы оно было в такую вот, знаешь, клеточку как бы. Может, просто сплошное окно сделать? Ну вот. У нас есть немножечко обычного стекла. Давай посмотрим, как это будет выглядеть с обычным стеклом. Ну-ка. По-моему, так намного лучше. В общем, на сегодня мы закругляемся. В следующей серии мы уже будем обустройством дома заниматься. А у тебя есть главная миссия. Мне нужно, чтобы ты проголосовал за стекло. Какое стекло мы оставим? Вот такое или вот такое? Вот это обычное стекло номер один. Вот это стекло номер два. Пиши в комментариях, какое тебе больше нравится. Первое или второе? Ну, а на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забывай ставить лайк под этим видео. И подписывайся, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok